Страх, слёзы, бессонные ночи, нервные срывы. И это всего лишь ЕНТ. Многие воспринимают выпускной экзамен как самое страшное событие в жизни. Как преодолеть этот период и не сойти с ума, узнаем из следующего материала. Подготовка к ЕНТ является серьёзным испытанием для всех членов семьи. И крайне необходимо, чтобы родители в этот ответственный период не оставались в стороне, а оказывали поддержку своим детям. Вместо этого взрослые часто накручивают ребёнка, запугивают его, лишают сна и покоя. В обществе ЕНТ воспринимается как очень ответственный шаг. И больше страха, конечно же, выпускники испытывают не потому, что они сами предполагают, что их ждёт и с какими сложностями они сталкиваются. Но также это, конечно же, комментарии родителей, комментарии преподавателей. То есть если ты не сдашь ЕНТ, провалишься, ты никуда не сможешь устроиться на работу, ты не сможешь учиться, всё, ЕНТ не сдашь, это конец света. И вот эти вот все комментарии, которые существуют в обществе, они, конечно же, нагоняют ещё больше страха. И ЕНТ становится таким мифическим экзаменом, с которым необходимо каждому встретиться. В таком случае, по мнению психолога, выпускник, который провалил экзамен, перестаёт видеть своё будущее. А боязнь реакции родителей и осуждение окружающих могут привести не только к стрессу, но даже к суициду. Что, если я провалю ЕНТ? Что, если у меня не получится подтвердить Алтымбылги? Из-за этих вопросов учёба давалась мне ещё сложнее, чем обычно. Со стороны родителей не было прямого давления. Но их слова «наша дочь поступит на грант» стали для меня тем самым давлением. Я просто боялась не оправдать их ожидания. Выпускникам никто не рассказывает, что есть множество других успешных вариантов развития событий. Можно ещё раз подготовиться и пересдать ЕНТ через год. Можно поучаствовать в международных конкурсах и стипендиях, поступить в частный университет или на творческие специальности, такие как журналистика, актёрское мастерство, дизайнерское дело, где вместо ЕНТ сдаются вступительные экзамены. Поэтому меньше паники и больше оптимизма. Выход есть всегда. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!